Пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре Herzog 2, которая вышла на Sega Mega Drive. В любом жанре есть свои образцы, идолы. Все, кто хочет добиться успеха на этой стезе, так или иначе равняются на эталон, который добился успеха. Herzog 2, или в переводе с немецкого, Герцог 2. Где потерялся первый Герцог, мы узнаем чуть позже. Однако двойка наводит на некоторые ассоциации. Игра выходила на Sega Mega Drive, но какой-то бешеной славы не получила. По крайней мере, найти обширные фанатские материалы по этой игре мне не удалось. Англоязычные источники ограничиваются фразами Hardcore Game. Начнем с сюжета, который мы сможем найти только в мануале. Сама игра не стремится познакомить игрока со своим лором или управлением. Итак, жила-была республика Ариев. Все было хорошо, но случился военный переморот. В результате чего Герцог Эйнс I, верховный главнокомандующий, установил безграничную тиранию. Но, как это часто бывает, нашелся влиятельный и несогласный с новым режимом, генерал Людвиг. Заручившись поддержкой оппозиционных сил, он начал войну против Герцога. Тут появляемся мы, поскольку на нас сложится ноша непосредственного командования армии. А теперь цитата. Сможешь ли ты стать верховным главнокомандующим, Герцогом Вторым? Если вы думаете, что отнять власть у первого Герцога будет просто, вы ошибаетесь. Все происходит в реальном времени, поэтому постоять и подумать – путь к потере инициативы. И И не будет пассивным. Тут, как в скиллозависимых стратегиях или шахматах, нужно четко понимать, чем ты будешь заниматься первые 10 минут матча. Чтобы как-то упростить игру, можно воспользоваться совместной игрой против своего друга, который тоже видит игру впервые. На этом можно закончить говорить о сюжете и приступить к геймплею. И первое, с чего стоит начать говорить, так это то, что вы будете летать и ходить по полю боя своими ногами. Как в Дюне, вы не командуете извне, нет. Каждый юнит и каждая стычка с противником ложится лично на вас. Главная задача – уничтожить вражескую базу. Поскольку тумана войны нет, вы всегда знаете, где противник и как его успехи. Главные базы расположены диагонально, а вокруг них находятся нейтральные, вспомогательные базы. Их уничтожить нельзя, только захватить. Каждая база даёт определённое количество ресурсов для найма новых юнитов. Поэтому контроль территории нужен, это залог победы. На первый взгляд всё просто, но тактическая глубина у игры присутствует, как и мелкие, но важные нюансы. Herzog 2 в 1989 году предложила принципиально новый, динамичный геймплей, ставший совершенно иным образцом RTS.